Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 22 сентября. Сегодня раскладываю по полочкам, дегустирую все последние томаты. И сейчас, пока на столе они вот рядом встретились, томаты с одинаковыми, немножко похожими сортовыми характеристиками, я хочу рассказать свое мнение о них и дать, может быть, какой-то совет начинающим огородникам, какой сорт выбрать. Вот смотрите, лежит на столе три тарелочки. И с виду, как бы, общим взглядом глянув, мы видим, что они почти одинаковые. Это вот сибирский гроздевой 524, 696 сызерстская пипочка и 398 не агара. Да, действительно, плоды у них похожи. Все они вот такие с носиками, носастенькие. Все они небольшого веса. Все они очень красивейшего, ну, как такой формы, размера. О, пятнышко уже появилось. Короче, все они вот такие вот красивые. И все они просятся в баночку. В этом они схожи. Я вот и сибирский гроздевой пробовала, у него плотная шкурочка. Пробовала сызерстскую пипочку, у нее тоже шкурка плотная. Начиная сжевать, она почти не прожевывается. И такая же шкурка у не агары. Что это значит? Это значит, они идеально будут храниться дольше других, дольше тех, у которых шкурка тонкая и которые быстро у нас сквасятся, потекут. Они будут долго храниться. Они будут долго храниться в консервации. И про некоторых из них прям специально написано, что при термической обработке шкурка не лопается. До того она прочная, что она даже не дает трещину. Вот на сибирском гроздевом, я когда делала отдельную дегустацию описания, там прям написано супер прочная шкурка. Все это нам дает предположение, что они хорошо будут консервироваться, храниться. Но у них же есть отличия. И поэтому я хочу помочь вам выбрать, какой томат устроит и подойдет именно вам. Смотрите, вот эти два, Сызранская пипочка и Ниагара, они очень высокие. Это индотерминатные. Эти томаты обязательно потребуют всего комплекса уходов. То есть их нужно будет привязывать к шпалере или колышку. Их нужно будет обязательно строго пасынковать. Потому что если вы вот этого двухметрового гиганта еще упустите, вырастет 2-3 пасынка, а если тем более он будет в теплице, вот эта излишняя облиствленность, она зарастет пасынками, будет мешать, загородить свет и он вытянется. Короче, урожай обязательно уменьшится, будет плохо. А вот этот вот, сибирский гроздевой, он у нас изначально позиционируется как томат для открытого грунта. Он детерминатный, он выше 90 сантиметров не вырастает. А 90 сантиметров это как? Ну кому-то по пояс, кому-то по грудь, выше не вырастает. И его я в этом году специально попробовала выращивать вообще без каких-либо дополнительных... Фу-фу-фу, дрозофилка уйдет. Без пасынкования, без формирования, вообще безо всего. Просто поставила кол, вот так, как веник, связала 2 кустика. И там, я вот сейчас убирали, посчитала, на одном 4 было стволика, а на другом 5. Но это значит, что вообще ничего там не выщипывалось. Он прекрасно вырос, он на каждом этом стволике были кисточки. И он тоже так же, как не агара, он был весь-весь-весь увешан плодами. И вот информация к размышлению. Какой вам больше подойдет? Если вы человек занятой, например, если вы такой, как работающий огородник, или огородник выходного дня, и если у вас нет, или если у вас нет теплицы, вам можно, вот, не не агару и не сызранскую пипочку, а можно запросто вырастить сибирский гроздевой, он у вас так же, ну, вызреет и для консервации. А, и хочу сразу напомнить, вот когда весной мне одна женщина сказала, что, ой, я его выращивала, мне он не понравился, суховатый. И я в ответ на это видео, на этот ее комментарий, я отвечала, что у каждого томата свое предназначение, он и должен быть суховатый. Потому что именно томаты, вот, с повышенным содержанием сухих веществ, они хорошо хранятся, они держат форму в консервации. Не нужно их путать. Это, вот, как говорится, котлеты отдельно, мухи отдельно. Если вы хотите, чтобы был не суховатый, чтобы был сочный, и чтобы был такой, который можно просто взять и выхлебать, прям выпить через дырочку, тогда нужно высаживать другой сорт салатный. Этот не заявлен как салатный сорт сибирский гроздевой, он и заявлен как сорт для консервирования и для длительного хранения. Так что вот, вот эти три самых последних сорта, они вот мне просто здесь под руку попались, они здесь, как бы, встретились случайно. Эти вот из теплицы, этот с открытого грунта. И вот пока эти в теплице не жились, этот в открытом грунте тоже дал прекрасный урожай. Я вот сейчас смогу или нет, не знаю, протащу дальше. Я вам покажу лоток, вот этот сибирский гроздевой, какой. Вот видите, на фоне гор полный лоток, это все сибирский гроздевой. Он у меня сейчас пойдет какой-то запеку, последний раз делаю запеченный, а какой-то для длительного хранения, какие-то из них. Так что, увидев одинаковый сорт, вот совсем одинаковые, мы должны все-таки немножко более глубоко изучать их и подбирать. Тогда у нас будет и вся работа не напрасна, и будет, как сказать, результат тот, который мы ожидаем. То есть этот мы можем вырастить без особых хлопот. Посадил, подвязал колышку или там к палочке кого-то и все. А вот с этими нам придется потрудиться. То есть здесь и подвязка, и посынкование, раз они индетерминатные. Но плоды в результате у нас получаются почти одни и те же. Но вот этот у меня новинка, я еще не знаю. Мне кажется, он даже еще более немножко сухой, чем вот эти вот. Сызранская пипочка мне показалась более сочная. Но я по первому году, я говорю, никогда таких окончательных выводов не делаю. Мне нужно еще на будущий год вырастить их еще раз и еще раз понаблюдать. И все-таки это определится. Но вот это я уже знаю. Вот это супер неприхотливый. Можно по принципу посадил и забыл. Возможно, его можно даже не подвязывать. Он вот так вот свалился бы у меня с этой заваренки и вырос бы. Как многие сорта я выращиваю. Все. Выбирайте на свой вкус и на свое количество времени, которое вы можете потратить для томатов. Вот. Вот.